Последняя проверка перед отправкой на космодром. На стапелях НИИ электромеханики Близнецы, Канопус и БКА – Белорусский космический аппарат. Космос они также стартуют вместе. Уже на орбите разойдутся в разные стороны на 180 градусов, чтобы обеспечить непрерывное наблюдение земной поверхности. Мы сейчас готовимся к работе с этой информацией, готовим соответствующие технологии, они все достаточно серьезные. Спутник весит всего 400 килограммов. Прямоугольная форма не случайна. Яркий пример модных сегодня лего-технологий. Каждая панель собиралась на отдельном стапеле. Затем из этих шести кубиков сложили аппарат. Внутри мозг спутника, бортовой компьютер, командно-измерительная телеметрическая система. Снаружи целевая аппаратура из гермоотсеков. Современные технологии не боятся вызовов открытого космоса. На наружной панели мы можем видеть бортовую информационную систему, моноблок целевой аппаратуры, различные антеннофидерные устройства и корректирующую двигательную установку. Система аппаратов «Конопус» поможет решить глобальную проблему прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Цунами, лесные пожары, наводнения. Предупрежден – значит вооружен. На каждом спутнике по две камеры. С высоты 500 километров они передадут изображение природных катаклизмов. Здесь мы видим моноблок целевой аппаратуры производства ОАО «Перинг» Республика Беларусь, который состоит из двух камер. Панхроматической с разрешением 2,5 метра и мультиспектральной с разрешением 10,5 метра. Они предназначены для получения фотографий земной поверхности в черно-белом и цветном диапазонах. В монтажно-испытательном корпусе Института электромеханики стоит Геродин. Один из 12, которые обеспечивали ориентацию орбитальной станции «Мир». Его вернули на Землю на американском шаттле. В космосе он трудился 15 лет. Проботал бы столько же, если бы мир не затопили. Теперь этот силовой гироскоп – экспонат и одновременно символ надежности аппаратов, созданный здесь. Гарантийный срок спутника 5-7 лет, не менее 5 лет. Мы надеемся, что будет работать гораздо больше. Группировка будет конопусов, 4 космических аппарата. В этих умных контейнерах, которые контролируют температуру, влажность, давление и перегрузки, спутники «Конопус» и «БКА» отправятся на Байконур. Запуск запланирован в начале лета.